добрый день дорогие друзья вы на канале клан сибирских цветочниц это видео будет интересно тем кто видел начало эксперимента то есть я собиралась сохранить на подоконнике на прохладном дома три экземпляра гортензии и я показывала каждый месяц как гортензия себя чувствуют осенью зимой весной и вот итоги эксперимента ну наверное уже самое догадливое поняли что я пыталась значит не удалось расскажу очень коротко значит растение сбрасывали листья постепенно но тем не менее выглядели хорошо чуть-чуть подсушивались но было все в общем неплохо самый такой трагический месяц был февраль когда я думала что они уже вот-вот засохнут на самом деле это был последний месяц спячки и после этого в начале марта растения начали появляться бутоны такие хорошие бутоны вот видите вот и начали уже распускаться верхние почки только я решила что все хорошо эксперименты закончился удачно у меня буквально за два дня одна из гортензии погибает она прямо засыхает вот просто гибнет на глазах я посмотрела думаю ну вот честно говоря непонятно то есть был вот такой я даже в каком-то видео сказала что он скоро я вам покажу свою гортензию все будет хорошо все замечательно уже есть основание вот я так это отставила горшочек сторону смотрю остальные вроде держатся вроде все нормально и проходит еще неделя я еще не сняла видео о том как у меня значит ожили гортензии и начинают погибать оставшиеся два экземпляра как начинают погибать вот видите начинают засыхать почки вот видите вот тут цветок уже а листья все это начинает засыхать какой следующий поймать вот вот например прямо сухое становится потому что нормальный полив все вроде как замечательно я прошу прощения может быть не очень хороший ракурс не очень хорошо видно но тем не менее понять можно то есть гортензии которые начали развиваться одномоментно начали погибать ну что делать я решила ту которая погибла значит вытащите из земли я вытаскиваю из контейнера и обнаруживаю клубок дождевых червей замечательно то есть я просто была в шоке вот в ужасном шоке я естественно вот эти две гортензии тоже вытащила и там тоже были дождевые черви вот это гортензия она была съедена практически полностью съедены корни очень очень маленькие остались вот у этой чуть чуть больше было корней поэтому я пересадила свежую землю и в разной емкости видите как бы этой корней но просто нет вот все вот обрезала очень очень сильно мне уже не важно как бы что там будет с цветением главное но хоть как-то попытаться спасти растение и я начала думать откуда у меня дождевые черви в готовом подготовленном почвогрунте то есть смотрите я почвогрунт я его смешиваю с садовой землей но той которая проверенная который у меня нету никаких червей с турфом с са пропелем то есть вот я делаю прямо смесь и у меня никогда не было в комнатных каких-то цветах или в мат но общем не было у меня в горшках дождевых червей я подумала вот этим во первых я добавлю то есть грунт был у них хороший подготовленный я не сажала просто так вот в лишь бы во что-то воткнуть во первых я добавляла сосновый опад в эту почву но сосновый опад тоже я не пошла там не сгребла совочком из-под сосны нет он был собран в мешке а он был такой перепревшие уже то есть это ну чуть ли не перегной сосновый был я его специально сохраняла для гортензий два года он стоял в мешках в на даче стоял мешках закрытом в гараже вот кстати без доступа как бы к земле вот я добавляла его то есть либо личинки там явится этих червяков каким-то образом сохранились в этом опаде и вот попали уже в эти горну вот мне не выйти это я просто трубы потому что думаю как бы тебя развернуть то вроде мне кажется маловато ему тут освещение и попали как бы в большой контейнер который я пересаживала либо еще один вариант который еще более возможен а вот эти контейнеры они были вкопаны в грунт примерно вот таким образом почему вкопаны чтобы не перегревалась корневая система а вот из грунта через дренажное отверстие вполне могли дождевые червяки проникнуть ой то есть мои хорошие имейте в виду что нужно обязательно к этому вопросу отнестись с большим вниманием я не знаю я еще не придумала но я придумаю покажу как я буду защищать вкопанные контейнеры от проникновения как бы червяков чтобы они там не оставались не размножались и ним и не хранились всю зиму вот по поводу соснового опада я тоже не знаю что я буду делать но тут проще я могу обработать актору и привикуром также как и обрабатываю весь свой грунт чтобы не было никаких животных в нем вот и вредителей и болезней ну и вот заключение хочу сказать что я сделала я просто убрала всю лишнюю землю все выкинула всю эту землю с червяками ну я поняла что произошло наверное все таки они там спали эти червяки может быть что-то какие-то остатки там органические из почвы там перерабатывали они ни разу не поднимались на поверхность кстати ни разу я их не видела иначе я бы давно уже это сделала и видимо в тот момент когда растения пошли в рост и появились новые молодые вкусные корешочки вот в этот момент оживились активизировались дождевые червяки и начали подгрызать поэтому вот пожалуйста вот от цветочная почка вот он уже бутончик который бы начал распускаться со временем и радостно значит червяки его повредили я не знаю что будет с этими напишите мне в комментариях вам дальше показать что будет с этими или не показывать честно говоря мне было тяжело их не выкинуть вот потому что я настолько вот отчаялась от этого всего думаю как так всю зиму всю зиму я там по четыре раза в день подходила их опрыскивала чтобы было не сухо тут очень мощный стоит ну лампа такая которая дает им свет я их там подкармливала ну немножечко совсем чтобы они не пытались расти я за ними следила там землю закисляла кстати вот это я воткнула японское удобрение не обращайте внимание что розовая я вообще не помню фукси гортензиям какого цвета нужно удобрение воткнула просто от отчаяния тоже как бы ну вот приспоставьте себя на моё место и в общем я поменяла землю я обрезала сухие конкретно ветки я на них смотрю также их опрыскиваю что будет дальше я не знаю пока вижу бутоны но насколько растения повреждены я сказать не могу вот напишите мне в комментариях какие-нибудь свои я не знаю там пожелания и добрые слова моим гортензиям я страшно расстроена страшно расстроена это наверное самое большое разочарование но с другой стороны сама виновата надо было подумать чуть-чуть пораньше надо было опад этот обработать тоже актара и привикуром вот не подумала добавила и добавила значит раскислила почву ага вернее подкислила вот но и закапывать надо было наверное как-то но может с какой-то еще дополнительной защитой там чтобы не проникали никакие вредители ну вот так вот вот так получилось сейчас себя приду немножко их буду менять эти удобрения и вообще их уберу вот потому что вдруг они не подходят абсолютно ну кто помнит по японским удобрениям что там подходит что не подходит я помню что я вот эти розовые втыкала в фуксию 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 пока кормить не буду потому что она и так у меня цветет фуксия у меня не останавливала цветение вот она кстати вот видите вот она вот так цветет всю зиму я периодически с нее убираю бутоны но засохшие отцветшие там семена она продолжает цвести то есть бутоны убрал цветы убрал прошла там неделя все она дальше начинает цвести то есть она не отдыхала бедняга вообще совсем ну не знаю посмотрим как она летом будет себя вести это двухлетняя кстати фуксия смотрите какой толстый уже стволик но она ампельная она стоит там на вилке белая вилка стоит на вилке потому что ну я не могу и обеспечить тут условия как бы полноценные для ампеля которые нужны поэтому ну вот в таком виде сохраняем фуксиям хорошо фуксиям ничего не делается слава богу им прохладные условия очень даже очень нравятся на подоконнике вот с гортензиями все было замечательно до тех пор пока короче берегитесь дождевых червяков от них большая польза пока они у нас где-то там в открытом грунте и от них огромный вред если они случайно хоть каким-то образом попадают вернее не сам червяк вот а какой нибудь чем они там размножаются яйца личинки ну в общем как как какая-то там размножательная часть червяка попадает в горшок и потом вот это происходит а еще если мне хотелось вытащить немедленно все свои цветы и все проверить на предмет наличия отсутствия дождевых червяков но я себя сдержала потому что сначала начала рассуждать логически чем земля которая на хо в которой находится гортензий отличается от земли который находится например вот это фуксия все спасибо вам большое поддержите комментариями их первый раз прошу поддержать расстроена правда с вами была анжелика пока пока